7 тысяч гектаров заброшенных сельскохозяйственных угодий планируется вернуть в оборот в Хабаровском крае к 2024 году. Самый крупный инвестпроект по миллиардации земель реализуется в районе имени Лозо. Предприятие, которое этим занимается, уже получает урожай с восстановленных участков. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Яны Ленкевич. Бывшие совхозные поля в районе имени Лозо несколько десятилетий простояли заброшенными. Два года назад их передали компании «Сервис Агро». На этом участке в 400 гектаров вблизи села Зоевка приступили к мелиорации весной. Местность эта заболоченная. Скорость работ зависит от погодных условий. Когда начинаешь сносить, получается, сносится плодородный слой земли, это не изхорошо. Естественно, ждем зиму, чтобы снести деревья. Летом делаем траншеи, копаем, усиленным темпом сейчас проводим. Своей техники у предприятия недостаточно. Покупать новую дорого. Поэтому бульдозер и экскаватор, которые помогают очистить почву, взяли в аренду у машино-тракторной станции. До 80-х годов МТС были во всех аграрных районах. К этому опыту в регионе вернулись три года назад. Это уникальная, на самом деле, вещь, которой не может похвастаться ни один из субъектов на территории Дальнего Востока. Как было ранее озвучено инвесторам, это позволяет сельхозпроизводителям 8-10 раз сократить расходы на работу техники в полях. Стоимость одного трактора от 20 до 25 миллионов рублей. Арендовать технику у краевой машино-тракторной станции выгоднее, чем у коммерсантов. Они дорогие тарифы, они субсидируются правительством Хабаровского края. Средняя стоимость аренды в день от 4 до 8 тысяч. Это у нас техника с нашим экипажем. Мелиоративный проект в районе имени Лазо – самый крупный в регионе. За прошлый год здесь ввели в оборот более тысячи гектаров земли. Уже есть первые результаты. На этом поле в 48 гектаров растет гречиха. Планируется собрать ее в октябре и отправить на переработку в Амурскую область. Опасность такая при уборке в дальнейшем. Это наши погодные условия. Если будут сильные ветра, обильные дожди, ее может положить. Но надеемся на лучшее. С начала года услугами машино-тракторной станции воспользовались 6 фермерских хозяйств. География обширная. Бикинский, Вяземский, Хабаровский, Амурский и район имени Лазо. Всего к 2024 году планируется вернуть в оборот 7 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.